Здарова, народ! Сегодня день испытаний. В воздушном хобби в нашем любимом магазине нашел такие аккумуляторы. 4 баночки, 3500 мАч. Соединил их в пак 4s2p, общей емкостью 7500 мАч. Для чего? Для этого красавцы. Это мой 7-дюймовый квадрик на iNav для лонгрейнджов, дальних полетов по-русски. Сделан у меня на моторчиках 28.06.500 кВт. Вообще эти моторчики нужны для синелифтеров, для соосных октокоптеров, чтобы таскать тяжелые кинокамеры всякие. Но у меня он дальнолетик. У меня есть еще одна семерочка, которая на моторах 2207-1650 кВт. И опыт моей эксплуатации показывал, что все-таки 2207-1660 кВт и даже на этом 2207-1800 кВт он в воздухе как-то держится получше. Хотя на самом деле это экономичные очень моторы, экономичные, грузоподъемные. И сейчас я хочу провести испытания. По моим оценкам на этой сборочке 7000 мАч я должен пролететь, буду летом 9 км в одну сторону и 9 км в другую. Сейчас, конечно, зима, сейчас определенно таких показателей не будет, но все равно любопытство очень хочется потешить. Вот такой вот у меня классный пак. И я сегодня планирую просто в круизном режиме где-нибудь с расходом в 10 ампер посмотреть, какое у меня общее время полетное наберется. Желательно, чтобы оно перекинулось через 35 минут и какую дистанцию я в итоге пройду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поставил на зарядку аккумуляторы эти слабым током в пол ампера. Потом уже, когда будет где-нибудь по 3.8 на банку, то уже рублю 2 ампера. Пускай пока так заряжается. Потому что при глубоком разряде надо малыми токами заряжать. Собственно говоря, вот такое вот сопротивление в начале зарядки у меня здесь вообще было 12-11 миллион. У этого вот так вот вообще 1.9 миллион. Непонятно эти ГНБшки китайские, как они их делают. Будем смотреть сколько емкости зальется. Я ожидаю, что они мне еще послужат. Хотя они были разряжены в ноль процентов. Все-таки посадка была при 10,1 вольта. Там меньше 3.2 на банку было. А теперь рассмотрим сравнительные характеристики вот этой сборки 4s2p, которая в сумме должна была дать нам 7000 мАч. Но она нам их не дала. В итоге в каждый из этих двух аккумуляторов в один влилось 300 мАч, в другой 3300 мАч. И по толщине банок, если даже смотреть, вот у меня остатки от старого аккумулятора фирмы Anbo, который был на 3300 мАч. Здесь в сумме две банки толще, чем две банки вот в этом аккумуляторе. То есть у меня есть ощущение, что конторы ГНБ, которые вообще не особо должны славиться своим качеством, хотя у них аккумуляторы 1500 мАч, вполне себе нормальные. Хорошая емкость, хорошо работают. Такое ощущение, что здесь они обманули. Здесь нет вообще ни разу 3.5 мАч. Скорее всего здесь либо 3 ровно, либо 3300 мАч. Но я думаю, что 3300 мАч. По габаритам они, кстати, даже похожи. 3500 мАч здесь нет вообще. То есть датчик тока, что на зарядке из ДТ точный, что у меня на коптере на мотеке. Там скейл точно выставлен, поэтому употребление показывает точно. То есть и потребилось меньше, и залилось меньше. А это вот для сравнения 4S 5200. Это тоже фирма Anbo. Отлично работает. Аккумулятору 3 или 4 года. До сих пор на нем можно долго летать далеко. Аккумулятор Anbo 6300. На нем я летал на 6 километров в одну сторону, на 6 километров в обратную сторону общим пробегом 12 километров. И на нем я в воздухе был 14 минут. И потратил порядка 3300 мАч. Или 3600, я уже не помню. Потом вставочку сделаю. И вернулся при напряжении 14,6. Здесь же я вернулся при напряжении 10,1. Хотя сейчас, конечно, можно сказать, что сейчас зима. Банки просели на морозе. Но, я думаю, даже в теплую погоду эта просадка была бы сильно критичной. То есть, к сожалению, вот эта сборка из двух, трех с половиной в параллель даже не догоняет единой сборки в 6.30. Ну, будем еще тестировать. Посмотрим, что покажет в теплое время гона. Но пока я огорчен этими аккумуляторами. Учитывая то, что это лепохи. Они сегодня высадились до 3,2 на банку. Дальше они могут уже работать хуже. Хотя у меня были случаи, когда аккумуляторы высаживались еще меньше. Они работали нормально. Но это были полторушки. Будем дальше проводить тестирование и смотреть, что к чему. Пока еще есть ожидания, что из этой сборки в теплую погоду можно выживать максимум. Попытаться все-таки добить до 7000 мАч. Но, как я сегодня убедился, близко там даже не пахнет такой суммарной емкостью. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...